За дело берется профессионал. О май гад! Все, я уже на следующем катке буду просто мастером. Территория спорта день за днем представляет серию роликов о петербургских катках. Их будут тестировать наши корреспонденты. Знакомьтесь, это Соня, мастер спорта по фигурному катанию. До ухода в журналистику тренировала детей. А это Аня. Стоит на коньках раз в три года, но не прочно учится прыгать аксель. Хотя бы один арт. Аня и Соня будут оценивать катки по пятибалльной шкале, по шести критериям. Первый – транспортная доступность. Второй – качество арендуемых коньков. Третий – качество льда. Четвертый – загруженность катка. Пятый – дополнительные услуги. И шестой – внешний вид катка. Всем привет! Сегодня мы идем исследовать каток в парке Победы. И сейчас мы находимся на одноименной станции метро. У нас сегодня хорошее настроение, особенно у Ани, потому что к четвертому выпуску она уже отлично научилась стоять на коньках. Правда? Аня, может, ты ешь в путь? Не-не-не, нарушать правила не будем. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Мы почти дошли до катка, но мы не ищем легких путей. Это точно. Можно было пройти комфортно по тропинке. В итоге мы пошли в обход. Ну, что имеем? Если Магомед не идет к горе, то гора идет к нему. Пойдем. Давай забираться. Мы уже добрались, преодолели наше препятствие. Давайте оценим транспортную доступность. Идти примерно 10-12 минут, так что я думаю, мы смело можем поставить этому аспекту 5 оленьих баллов. Можно войти? Оп, let's go. Кто в перемочке живет? Фигуристы в перемочке живут. Да, спасибо. Нам дали разовые носки, и я заказала белые коньки. Заказала? Заказала. Доставка, пицца? Давно не каталась на белых. Обувь и личные вещи можно оставить в гардеробе. Для обуви дают специальные пакеты. Спасибо. Ань, ты готова покорять ледовые вершины? О, да, я всегда готова. Я тоже. Давайте оценим качество коньков. Отмечу, что нам на выбор предоставлялось несколько вариантов. Белые либо красные. Мы с Аней выбрали белые коньки. Кстати, для парней, либо для людей, которые хотят покататься на хоккейных коньках, есть и такая опция. Мне мои коньки в принципе нравятся, но у меня немного заваливается в них нога. Вот своим ботинком я поставлю 4 балла. Но Анины коньки более новые. Ань, тебе есть что добавить? Да. Мои коньки держат меня железобетонно. Поэтому я думаю, что они очень надежные. И это большой плюс. Поэтому давай-ка накинем плюсик твоей четверки. Да. И поставим 4 с плюсом. Соглашусь с тобой. О, Ран Юра! Давайте поговорим о нашем критерии дополнительной услуги. Во-первых, если вы идете с детьми, думаю, для вас это будет важно, здесь нет помощников фигуристов. Но здесь есть, например, маленький фурткорт, где вы можете купить кофе, либо глинтвент. В общем, что-нибудь вкусненькое и тепленькое, чтобы согреться, если вдруг вам холодно. А также здесь работает радио. Это здорово, потому что вы можете параллельно кататься и параллельно узнать счет матча с КАН. Например, вот мы знаем, что сейчас СКА проигрывает Металлургу 2-0, Роман Борисович, вы не дорабатываете. Но это не важно. Важно, что здесь есть туалет, и вы можете туда пройти спокойно, свободно, даже в ваших коньках. Потому что там специальный поролончик простелен, и поэтому вы без проблем зайдете. Но все-таки мощники фигуристы, это важный аспект, поэтому поставим 4 балла. Что касается качества льда, то ему я поставлю 4 балла. Кстати, снова небольшая оговорочка. Лед на катке в Парке Победы заливают вручную, поэтому он зависит от погодных условий. При погоде в плюс 5 градусов этот каток уже работать не будет. А еще я хочу добавить, хочу добавить. Я, конечно, еще спустя 4 выпуска не эксперт, но мне есть что сказать. Я бы хотела дополнить, что в центре катка он очень ровный, но вот по бокам есть небольшие кочечки. Это не сильно принципиально, но остерегайтесь их и не катайтесь сильно по краям, а катайтесь ближе к центру. И тогда все будет вообще волшебно, волшебно. Оценим трафик на катке в Парке Победы. Мы пришли покататься сюда во вторник вечером. Посетителей достаточно много, но при этом они никак не взаимодействуют друг с другом. Площадь катка огромная, поэтому даже в воскресенье вечером место, чтобы покататься свободно, будет. Поэтому трафику я ставлю твердую пятерку. Вообще каток в Парке Победы такой домашний, уютный. У меня сложилось впечатление, что я вернулась в детство и пришла на каток вместе с мамой в новогодние праздники. И вот в отличие от тех арен, на которых мы уже были, этот каток менее пафосный, но при этом он очень комфортный. И еще раз повторюсь, домашний. Ну что, какой элемент мы будем учить сегодня? А сегодня мы с тобой будем учить вальсовый шаг. Смотришь внимательно? Поехали. Ты шутишь? Ну конечно шучу, ты еще слишком маленький птенчик, чтобы учить такие сложные элементы. Сегодня мы с тобой постараемся сделать садочки. Это очень простой элемент, который учат дети в первые месяцы тренировок. Как раз для меня. Просто катимся на двух ножках и присаживаемся параллельно льду. Я не знаю, насколько это было параллельно льду. Это самый талантливый фигурист, которого я только знаю. Она смогла выучить садочки в первой попытке. А ну-ка повтори. Катимся на двух ножках и садимся. А это уже следующий элемент для следующего катка. Все, я уже на следующем катке буду просто мастером. Мы потренировались. Теперь самое время оценить красоту катка. Ну, во-первых, он находится в парке, то есть это достаточно здорово. Да, здесь нет супер какой-то классной иллюминации, но, несмотря на это, здесь довольно романтично и, в принципе, уютно. Я уже говорила, что этот каток ассоциируется у меня с детством. Но мы все-таки поставим его красоте 4 балла. Кстати, Аня, ты знала, что в нынешнем году моден тренд на 2000-е года? Нет. А я знала. И что ты намекаешь? Нет, я намекаю не на наш возраст, а я намекаю на то, что этот каток напоминает мне как раз-таки катки 2000-х годов. То есть мы сегодня в тренде? Мы сегодня в тренде. Приходите сюда, вы тоже будете в тренде. Смотрите, там есть штука, я могу попробовать сделать фонарик. О май гад! За дело берется профессионал. Салага! Ты обещала упасть! У нас на улице уже стемнело, музыка стала еще романтичнее, а настроение еще лучше. Простите, что перебиваю, но кажется, мы должны травой грузиться в танцы. Раз уж у нас романтичная атмосфера. Думаю, мы поставим общую оценку этому катку 4 с твердым плюсом. Ты согласна, Сань? Абсолютно согласна с тобой, Ань. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки и путешествуйте по каткам Санкт-Петербурга вместе с нами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok